Чау-чау появлялись в таких фильмах, как «Собаки 101», «Девочки Гилмор». Стандарты пород с течением времени могут изменяться. Могут и измениться как стандарты внешности, так и стандарты касательно характера породы или рабочих качеств. В художественных произведениях ранних лет запечатлены наиболее типичные представители пород того времени. Сравнивая с современным внешним видом породы вы сможете оценить, насколько сильно порода менялась с течением времени. Также представляет интерес архивные фотографии по конкретным породам, которые вы можете найти в интернете на специализированных форумах о породе. Порода Чау-чау не очень сильно привязана к человеческой семье, в которой она живет. Некоторые породы сильно привязаны к одному человеку, другие ко всем членам человеческой семьи, третьи могут иметь приветливое отношение вообще ко всем людям, а четвертое могут не иметь тесных связей даже с хозяином. С незнакомыми людьми эта порода не особенно приветлива, относится к ним с настороженностью или даже агрессией. Отношение любой собаки к незнакомым ей людям сильно зависит от породы питомца, но еще сильнее это отношение зависит от воспитания и социализации конкретной особи, при этом особенно важным в этом плане является социализация в раннем щенячьем возрасте питомца. С детьми Чау-чау плохо ладят. Даже под присмотром хозяина следует с большой осторожностью относиться к совместному времяпровождению маленьких детей и Чау-чау. Некоторые породы собак более спокойно относятся к поведению маленьких детей и могут не обратить внимания на какие-то выходки детей, однако стоит понимать, что собаки всех пород, какими бы они ни были дружелюбными, должны находиться с детьми только под присмотром хозяина или взрослых людей, так как помимо качеств породы в отношении детей есть еще и индивидуальные особенности каждой собаки, ее воспитания и предыдущего опыта в общении с детьми. Еще на эти взаимоотношения в значительной мере влияет поведение детей. С другими собаками Чау-чау тоже плохо ладят. Разные породы собак по-разному относятся к себе подобным, одни собаки будут играть и всячески взаимодействовать с собаками которых встретят или с которыми живут вместе, другие породы могут стараться доминировать или даже нападать на себе подобных четвероногих. При этом взаимоотношение между собаками может сильно отличаться от того, как собака будет реагировать на людей. Поведение собаки в отношении других собак и людей зависит не только от породы, но и от социализации конкретной особи. Чау-чау не подойдет неопытным владельцам собак или тем, кто заводит собаку впервые. Одни породы собак легче содержать и обучать, а другие более независимы и даже напористы и таким породам нужен опытный владелец. Этой породе нужен опытный владелец, чтобы предотвратить проблемы доминирования и чрезмерной защиты. Породу Чау-чау можно содержать в квартире, однако это не самый лучший вариант для нее. Идеальным вариантом для содержания Чау-чау будет загородный дом с небольшим огороженным участком. Плюсом породы Чау-чау будет то, что они легко переносят длительное отсутствие хозяина. Качество и количество шерсти позволяют Чау-чау комфортно переносить холод и кратковременную жару, а вот сильно высокая температура уже небезопасна для четвероногого. Следует избегать активных нагрузок в теплое время года. Обучаемость и дрессировка. Все собаки подаются обучению и дрессировке, однако одни породы запоминают и выполняют команды быстрее и охотнее других пород. Разным породам нужен разный подход к дрессировке и обучению. Некоторые породы могут показаться плохо обучаемыми или даже глупыми, однако в большинстве случаев плохая обучаемость породы собаки связана с упрямым или независимым характером породы собаки или индивидуальной особи. Это как раз случай породы Чау-чау, они достаточно умны, чтобы понять чего от них хотят, но при этом они настолько же упрямы. Также огромное значение в обучаемости собаки играет роль, какие методы обучения использует дрессировщик для конкретной породы. В книге «Интеллект собак» опубликованной в 1994 году и написанной профессором психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере Стэнли Кореном, Чау-чау находится на 77 месте из 80, по способностям к обучению. В этом плане порода стоит рядом с такими породами, как бигль, пекинес, английский бульдог, босинджи и афганская борзая. В книге профессора Стэнли Корена, Чау-чау расположен в группе. Собаки с плохими способностями к обучению. Освоение новой команды от 80 до 100 повторений. Исполнение команды с первого раза, в 25% случаев и выше. Недостатком этой шкалы способностей к обучению, по собственному признанию автора, является ее сильная зависимость от способностей к послушанию и исполнению команд, например, для рабочих или служебных собак, и слабая связь с пониманием и творчеством, например, охотничьи собаки. Как результат, некоторые породы находятся на более низких местах в списке из-за их упрямого или независимого характера, что вовсе не делает их слабо интеллектуальными или непригодными к обучению. Склонность к лаю. Кроме всего прочего породы отличаются и по уровню шума, а точнее по частоте их лая. Одни породы могут лаять постоянно без остановки и ни капли не уставая облаять каждого незнакомца или чужую собаку, которая пройдет мимо вашего дома или мимо нее самой, другие породы лают только по делу, тогда когда это, по ее мнению, необходимо. А третьи могут подавать голос только в исключительных случаях. Плюсом породы чао-чао является то, что они подают голос только в исключительных случаях. Эта порода точно не будет доставать вас и ваших соседей беспричинным лаем. А вот желанием грызть эти собаки не обделены. Желание грызть и все пробовать на зуб является общей для щенков всех пород, однако во взрослом состоянии разные породы в разной степени склонны к исследованию мира с помощью своих зубов. Чао-чао достаточно сильно склонны к таким шалостям. Уровень активности и энергии. По уровню заряженности и активности также можно разделить породы на активных и спокойных или даже ленивых. Активная собака будет требовать от вас постоянных прогулок, тренировок и частой умственной стимуляции, спокойные и менее энергичные собаки будут довольны недлительными прогулками вокруг дома и с радостью разделят ваше желание поваляться дома на диване. Эту особенность следует учитывать при выборе питомца, так как нереализованные потребности активного животного будут реализовываться дома на вещах и предметах вашего жилища. От количества энергии в собаке зависит и то, с каким желанием и как долго собака будет играть в игры с вами или с вашим ребенком под вашим присмотром. Чао-чао это не очень активная порода собак, подойдет тем людям, которые не готовы на длительные и частые прогулки с питомцем. Кроме того, у многих пород есть врожденное желание преследовать движущиеся объекты и животных, степень этого желания может различаться от породы к породе. Если у собаки этот врожденный инстинкт развит сильно, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки и держать его на поводке, так как любой движущийся предмет может спровоцировать собаку к погоне, даже если это будет автомобиль, который может навредить животному, в такие моменты собака может ослушаться оклика хозяина и переключить все свое внимание на движущуюся цель. Кроме того, такие породы представляют дополнительную опасность мелким домашним животным и птицам. Однако Чао-чао не склонны к таким активностям. Страсть к бродяжничеству и свободолюбие. Некоторые породы имеют склонность к преодолеванию больших расстояний на своих четырех, ради чего их и выводили, поэтому такие собаки, следуя инстинкту, не упустят возможности сбежать от вас и пробежаться пару километров, несмотря на ваши уклики. К таким прогулкам в основном склонны ездовые собаки, гончие и щейки. Чао-чао не убегают от своих хозяев во время прогулок и не сбегают из дома. Склонность к слюнотечению. Количество выделяемой слюны зависит от особенностей породы. Одни породы выделяют так много слюны, что могут оставлять следы на ковре, на диване, на полу и на вас, другие породы тоже выделяют слюну, но происходит это у них в намного меньшем количестве. Чао-чао выделяют слюну, но ее количество невелико, этот параметр примерно как у большинства пород. Большим плюсом чао-чао будет то, что они оставляют мало шерсти после себя, кроме сезонов линьки. Количество шерсти от собаки в вашем доме и на одежде сильно зависит от того, какую породу вы выбрали, некоторые породы линяют круглый год, другие только сезонно, третьи почти не линяют. Эта характеристика породы может быть важна в зависимости от того, где вы планируете содержать питомца, есть ли аллергии на шерсть животных у членов вашей семьи и от того, насколько для вас это вообще важно. Историческая справка породы и подгруппы Одна из самых древних пород собак, используемых китайцами уже несколько тысячелетий назад в качестве охотничьих, перевозчиков, грузов и охранников. В Европу они попали в начале 19 века благодаря английским торговцам, сумевшим вывести несколько пар. В наши дни из-за неординарной внешности, спокойного уравновешенного характера и преданности Чао-Чао пользуются необычайной популярностью как компаньоны. Чао-Чао идеально сбалансированная собака с массивным, квадратного формата корпусом. Голова большая, но соразмерная. Характерный взгляд Чао-Чао выдает его независимый нрав. Язык Чао-Чао, как и у шарпеи и полярного медведя, черно-синего цвета. Уши маленькие, направленные вперед. Существуют две разновидности Чао-Чао. Короткая и длинношерстная. У длинношерстных Чао шерсть обильная, пышная, торчащая, густая и длинная, у короткошерстных соответственно короткая и более прилегающая. Окрас сплошной, черный, коричневый, кремовый, голубой, красно-рыжий. Высота в холке от 48 до 51 сантиметров, вес от 21 до 32 килограммов. Чао-Чао родом из Китая, где его послужной список был очень велик. Это охотник, сторож, пастух и упряжная собака. Также его использовали в ночное время для охраны джонок и сампанов. Следует, однако, вспомните печальную страницу и сори использования Чао-Чао, их употребляли в пищу. В дни больших праздников Чао продавались в мясных лавках. Предками Чао, по-видимому, были северные собаки и тяжелые мастифы Востока. В 1870 году короткошерстные Чао были привезены в Англию, где были в диковинку и звались съедобными собаками. В настоящее время короткошерстная разновидность очень распространена. Похожие на плюшевых медвежат Чао-Чао чрезвычайно популярны в Великобритании и США. В своих высоких умственных способностях и прекрасных физических данных Чао-Чао не сомневается и имеет на то основание. Длинная шерсть требует основательного ухода. В летнее время собаку нельзя оставлять под открытым солнцем. Несмотря на независимый и спокойный характер, Чао-Чао настоящий сторож. Психика самцов и самок различна. Кобели, как правило, более уравновешенные и сдержанные. Их рассудительность порой доходит до абсурда. Они считают, что принятие решения всегда остается только за ними. Вывести его из равновесия довольно сложно, но если он затевает драку, то в бою становится грозным противником. При всех обстоятельствах самец Чао умеет сохранить достоинство и невозмутимость, излишние вспышки гнева ему не свойственны, а испуг — это унижение его достоинства. Психика суки тоньше, богаче и сложней, она, как правило, умнее кобеля. Они нежны, очень кокетливы с кобелями, но, ставя на место неугодивших самцов, выражают недовольство сварливым противным лаем и особой манерой кусаться, не свирепо, как дерущиеся псы, а не глубоко захватывая кожу, однако противник при этом визжит от боли и ретируется. Собака не позволяет собой командовать и принуждать дрессировкой, требует ровного, спокойного, серьезного и ласкового отношения, своенравно-дастраптивости. Чао-чао из-за чувствительности, сдержанности и независимости характера довольно туго подается обучению, и при воспитании щенка необходимо проявить все лучшие черты вашего собственного характера. Постоянные упражнения, надзор, тщательное воспитание совершенно необходимы этой породе собак. Обязательно каждый день расчесывать шерсть массажной проволочной щеткой. Из-за своих толстых шуб Чао-чао плохо переносит жару. Они очень чистоплотны и любят порядок, никогда не побегут по луже, а проходя между клумбами и грядками не наступят на взрыхленную землю, не заденут ни единого растения. Чао-чао никогда не подбирает с земли, а если его заинтересует запах, то исследует его с тщательностью профессора. Очень сложно снять маску важности с Чао-чао на улице, хотя дома он ведет себя как хозяин, спокойно и непринужденно. Подвержены дисплазии тазобедренного сустава, кожным заболеваниями аномалии век. Вследствие малоплодности и характерных особенностей разведения, известных только специалистам, Чао-чао никогда не будет очень многочисленной породой. Чао-чао – древняя загадка Востока. Предположение, что Чао-чао – ближайший родственник волка, можно доказать на нескольких примерах, синий язык – это наследство некоторых видов вымерших полярных волков, исконный голубой окрас Чао – еще одна черта дикого предка, а также хороший неух – способность к охоте. Существует несколько версий происхождения породы, но доподлинно известно, что ее история насчитывает более двух тысячелетий. Изображения Чао-чао найдены на китайском фаянсе очень древнего периода – 150 лет до Рождества Христова. Чистокровная линия Чао-чао поддерживалась в буддийских монастырях, где занимались разведением породы и вели особые журналы, по своей сути, родословные книги Чао-чао. Освежение кровей осуществляли путем обмена производителями между монастырями. Использовались они для охоты, охраны и для перегона скота в качестве ездовой собаки. Есть версия, изложенная в древних рукописях, она говорит о священном предназначении этих собак. За время своего существования эта собака называлась по-разному – тибетский мастиф, татарская собака, собака варваров и уже почти сто лет она носит название Чао-чао. Чао-чао – самый древний представитель шпийцев. В книгу английского Кеннелл-клуба порода была внесена в 1894 году. А первые собаки были вывезены английскими моряками в Англию как предмет экзотики, и их поместили в зоопарк. Второй вывоз Чао-чао состоялся позднее, английский купец привез несколько собак для принца Уэльского. Только в 1877 году в английском Кеннелл-клубе было зарегистрировано несколько китайских собак. В 1880 году Чао-чао был впервые представлен на выставке в классе малоизвестных пород. В 1895 году был зарегистрирован в Великобритании клуб Чао-чао. Английское разведение Чао-чао диктовало законы в мире этой породы. Оно привело к закреплению тех черт, которые придают им сходство с медвежонком, короткая и широкая морда, уши, почти исчезнувшая в густой длинной шерсти, красивые выразительные раскосы и глаза, мощный костяк, квадратный корпус и плотно прилегающий хвост. Уход за собакой. Некоторым породам может требоваться много ухода и внимания из-за за особенностей шерстяного покрова, форма морды, среды обитания или общего здоровья породы. Порода Чао-чао сильно линяет весной и осенью, что требует большего внимания к уходу, чем в другие сезоны. Важно, чтобы владельцы использовали правильный инструмент, чтобы не повредить кожу и облегчить уход. Три типа щеток, которые владельцы могут использовать для своих Чао-чао. Щетка средней жесткости для больших частей тела, гладкая щетка для небольших участков и щетка-булавка для ухода за более длинными прядями волос. Кроме того, спрей и кондиционер может помочь избежать ломкости и разрыва толстого слоя волос. Наконец, требуется ежемесячная ванна, чтобы избежать блох и сохранить частоту меха. Общее здоровье породы по 10-ти бальной шкале. Общее состояние здоровья собак этой породы и возможности появления генетических болезней у них, можно оценить по 10-ти бальной шкале на 4 балла, то есть это собаки с определенным количеством возможных заболеваний. Чао-чао могут страдать энтропионом, глаукомой, ювенильной катарактой, лимфомой, дисплазией тазобедренного сустава, сахарным диабетом и раком желудка. Чао-чао относятся к породе с высоким риском аутоиммунных заболеваний и предрасположены к меланоме кожи. Средняя продолжительность жизни Чао-чао составляет от 11 до 15 лет.